Я вот это интервью записывал еще тогда, когда Александр Глебович Невзоров, к моему огорчению, не расчехлился до такой степени, как сейчас, то есть не оказался просто в человеческом отношении мразью. Но он при этом, не устану повторять, он гениальный репортер. Вот в нашем ремесле он, конечно, гуру, никуда от этого не деться. Да, просто медиа-идиолог Марина Вискова на права, что талант не облагораживает своего носителя, поэтому он может быть просто супер-пупер гениальным, но подонком. Так вот, песня совсем не о нем. Песня о Милонове. У них с Александром Глебовичем есть некая предыстория, и я себе не отказывал в удовольствии эту тему немножечко помуссировать. И Милонов, по мне, хорошо зажигает вот этот его тезис про слугу сатаны и все прочие моменты. Он отрабатывает, то есть он вот в своем амплуае, он тоже в хорошем смысле, в хорошем смысле он тоже невзоров. Добрый вечер. Здравствуйте. Изучал ваш фейсбук перед нашей встречей. Пустое занятие, собственно. Очень познавательно. Абсолютно другой Милонов для меня открылся, не тот, который в эфире обычно. Увидел котика с редким именем Густав. Ваш? Мой, конечно, Густав. Гибрид – это помесь дикого кота и домашнего. Эта порода называется саванна. Саванна – это... Это смесь сервала и домашнего котика. Это вы сами передумали? Нет, это я прочитал в книжке. Откуда животное? Из питомника, собственно говоря. Ну, мы с женой, мы немножечко сумасшедшие на котов. У меня много детей и очень много котов. Ну, детей сколько? Четверо у вас? Пятеро. Пятеро уже? Да, пятеро. Так, а то есть вы взяли еще одного? Да, да. То есть у вас двое своих, правильно? Ну, у меня все свои, да. Ну, понятно, биологических, так скажем. Ну, это все отсутствие. И трое приемных. А кота взяли прям с именем? Кота нет, без именем. Нет, дело в том, что взяли кота, где-то у нас был спор. Я требовал, чтобы у нас появился нормальный сервал, то есть, ну, нормальный дикий кот. Потому что до этого мне мой приятель предлагал практически ручную рысь. Но жену смутил термин, приставка практически ручная. Она маленькая была, но еще такая классная, мне так нравилась она. Но потом мне сказали, что могут быть нюансы разные, когда она вырастет большой. Поэтому я говорю, давай возьмем сервала. Но сервал, во-первых, стоил много, а во-вторых... Много это сколько? Что такое много на милонов? Нет, но для меня много, поверьте, любая сумма, вот я вам честно могу сказать, он стоил там, там стоили 200 тысяч рублей, это много. Поэтому практически на халяву взяли помесь. Я сказал, давай тогда, коли не взяли дикого, тогда я называю. Я предлагал назвать его гюнтером, ну вот, давай хотя бы не гюнтером, ну ладно, тогда густавом. У меня в ДНР там позывной густав, я когда там бываю, ну и код тоже густав, чтобы не путаться. А почему позывной густав? С чего вдруг? Ну просто так вот густав. У вас же дедушка, по-моему, Фердинанд какой-то, да? Это немцы все? Карл Фердинанд, да, прусак. Ага, прусак. Из Кёнигсберг. Ага. А сколько вообще всего у вас понамешано? Мало. Кроме немецкого, что еще есть? По бабушке Августа Николаевна Лорх, да. Папа у меня из Меря, это совершенно милая такая нация, живет в северном Поволжье. Меряне. Реклоряне? Нет, это финно-угры. Ага. То есть, ну, в общем, заметно по лицу немножечко. Финно-угры, вот, они православные, но при этом у них остались часть каких-то традиций, идущих еще из дохристианской поры. И они пекут классные карелопиракка, или калитки по-русски называются, горжаные пирожки с картошкой или с рисом, как в Финляндии. Да, ну, а по маме я вот, значит, там чуть-чуть немец и чуть-чуть русский, да. А вот выбор имен с котом я понял. У вас еще собака была, умка, по-моему. Она есть, да. Есть, да? Самоед. Самоед это что, это порода? Самоедская лайка, да. Дети там, понятно, приемные вы берете, естественно, с именами. А своих называли. Я с именами, мы берем. У нас все детишки новорожденные были, поэтому мы имена сами давали, конечно. Вы сами давали? А чем руководствовались? Опять же, это жены решение или ваше, или это коллегиальное? Все зависит от того, кого вы спрашиваете. А вот давайте прям по порядку. Если спрашиваете меня, то это мое решение, если жена, то ее. Ну, Марфа в честь, безусловно, Марфы сестры Марии, сестер Лазаря Четверодневного, друга Иисуса Христа. Николай в честь святителя Николая. Петр в честь митрополита московского Петра, потому что я прихожанин церкви и служу в церкви святителя Петра митрополита московского. Евдокия, безусловно, в честь святой Евдокии, но жене очень понравилось это имя Евдокия, но и мне тоже понравилось. Евдокия, это такое оно хорошее, русское, хотя ее духовные родители, вот по одной линии, это греки-кипариоты, это мои родственники, вот они пересными стали, там, мой кум Мариус, вот, и это тоже греческое имя Евдокия, он говорит так, Евдокия, очень классно звучит. Ну и Илья, мы хотели назвать, я хотел Игнатием назвать, а жена Ипполитом, я позвонил очень дорогому для меня человеку, епископу, одному из епископов, и говорю, Владыка, вот как благословите, я хочу Игнатия, и все-таки имя хорошее, там, дающий свет, Игнатий богоносец, Игнатий Байчанинов, Игнатий Лайова, один из зуритов, вообще близок к нам по духу, к вящей славе Божьей, вот, или Ипполит, ну Ипполит, я говорю, вы же понимаете, как в этом фильме, там, вот это вот с пробанью, там, фотокарничка, он сказал, отец, говорит, называй Ильей, будь десантником, как Ильей, ну, давай Ильей, ну, я звонил жене, говорю, слушай, я как в Госдуме был, говорю, так и так, ну, в общем, Владыка благословил Ильей, говорит, ну, иначе будет Илья, ну, вот, он, так что Илюха у нас, да, Илюха. А почему вот все-таки пятеро, это, ну, тяжело управляться, почему... Я хочу шестеро, конечно, это очень, это не то, что тяжело, это просто очень затратно, поверьте, очень. Ну, это тоже, да. Учитывая, что я живу половину времени в Москве, больше половины в Москве, и не уехать, семья живет в Петербурге, она не может полностью переехать в Москве. Почему не может? Ну, во-первых, потому что у нас нет столько денег, чтобы жить в Москве. Ну, а как же вот эта вот шутка, которая ходит по соцсетям, что депутаты в этом квартале не получили квартиры, и, в общем, по этому поводу возмущается. Я думаю, что вам всем там сразу квартиры выдают, служебные машины, телефоны. Ну, в пользовании, у меня есть в пользовании, да, квартира. Ну, я должен же где-то жить, да. Так, ну... Вот, но, да, ну, это, по-моему, естественно. Это же не моя квартира, она, я ее сдам, когда перестану быть депутатом. Машину вызываю по мере необходимости, приезжает рабочая машина служебная, причем очень-очень скромного класса, так, все нормально, без всяких мигалок, без всего. Так что в Москве никакого такого экстра-бонуса от жизни в Москве я, честно говоря, не видел. Наоборот, очень тяжело. Поэтому мы, ну, семья осталась в Петербурге, и я приезжаю каждый раз, когда могу в Петербург. Там дочка и старший сын учатся в православной гимназии, и в отличие от Москвы, это не 30-60 тысяч рублей в месяц, а это 7 тысяч рублей в месяц, поэтому как бы это совсем другие подходы. А супруга ваша, она из многодетной семьи или она единственная? Нет, она практически единственная, ее там брат умер в младенчестве в самом. Да, она одна. Как вы познакомились? В партии, конечно. На избирательной компании Ельцина мы познакомились. Партийный альян? Да, она пришла агитировать за Ельцина, потому что она, это тогда делалось все бесплатно, поверьте. Потому что тогда было... Тогда это когда? Ну, 96-й год. Благодаря такой хорошей пропаганде у нас что было? Либо, так сказать, купи еды в последний раз, лучше Боря Пьянова, чем Зюганова и так далее. Естественно, мы все боялись, что придет Зюганов. Выбирали между коммунистами. Мы, да, выбирали, голосу или проиграешь. И мы, честно, все искренне боялись, что придет Енадий Андреевич, так сказать, и все будет ужасно. И мы, ну, просто вот искренне, абсолютно думали, что голосую за Бориса Николаевича, и мы голосуем тогда, как и вся Россия. Мы считали, что мы как бы, ну, хоть за какую-то свободу, за то, чтобы не вернуться в это жуткое время пьяниц этих коммунистов. Поэтому остались во временах пьяниц-демократ. Это ошибка была тогда, этот ваш выбор? А выбора-то не было. Выборы-то были без выбора. То есть сейчас вы все равно проголосовали бы за Ельцина? Нет, ну, если в 96-м году я бы не мог проголосовать за Зюганова. Потому что Зюганов, ну, вообще никак мне, ну, ни с какой стороны мне не нравится. А в 2018-м могли бы за Зюганова? Нет, конечно. Тем более. Тем более? Да коммунисты, понимаете, что вот коммунисты, они же используют лейбл такой Павка Корчагин, какие-то у них исторические образы, герои, мифы у них. Они живут в мифах. А сами они трусливые, трусливые щипки. Их коммуняки на Украине. Я был на Украине, я был во время Майдана в Киеве. Я сам дрался с правым сектором, понимаете. Мы с пацанами отняли флаг даже, хохляцкий, так сказать, там. И они сбежали первые. Где лидер Компартии Украины? Что он с народом, что ли? Нет. Сбежал в Москву. Сбежал и как трус здесь сидит, ходит по телеканалам, говорит, я вот такой вот несчастный. Где ты? Вот твои красные герои из книжек всяких твоих фейковых умирали за партию, умирали за родину, и так далее. Это были герои, когда мы говорим про нормальных людей. А ты-то что не умер за родину? За свою. Твою родину оккупировали нацисты. Баршируют этот правый сектор. Почему ты не возглавил подполье, партизаном не стал? Убежал, убежал, потому что ему нужно брюхо его и бабло, чтобы было в неприкосновенности. Лучше он поборется с режимом на телепередаче, с кофтуном будет бороться. А вот ваша жена, я так понял, что вы единомышленники во всем, да? Не, не во всем. Не во всем, да? Не, не во всем. В чем вы не совпадаете? Какие у вас баталии бывают? Роль женщины в семье. Так. Не, ну, безусловно, кирхекюхекинда, это воспитанные, это, в общем, те догматы, которые я получил еще от своей бабушки, августы. Поэтому в данном случае нет особой разницы. То есть вы за домострой. Ну, домострой, знаете, это же теперь жупел такой, да, которым размахивают, показывая православных мракобесов, да. Вот. Но, нет, конечно, не в таком виде. Я могу сказать, что нет большего уважения к женщине, чем среди верующих христиан. Потому что женщина, это прообраз Богородицы для человека, для верующего. Поэтому все православные догматы касательно жены и мужа, они подчеркивают смирение жены и любовь мужа к жене. Поэтому муж не может относиться к жене плохо, не имеет права. Потому что это то, что дано Господу. Вы уже видите с вашей супругой будущее детей? То есть у вас есть представление, кто кем станет? Опять не совпадаете, да? Не совпадение, да. Ну, естественно. А с толсткой версию хотелось бы услышать. Кто у нас будут? Милоновы. Значит, хочу отдать детей в кадетские корпуса обязательно, чтобы они прошли через школу жизни. Ну, не девочек уже, нет? Ну, девочка, вот старшая Марфа учится в православной гимназии. Она учится, кроме традиционных предметов еще, в церковно-славянском, рукоделии учится. Там очень сильная дисциплина, трудовая практика, чтобы она росла в смирении, в дисциплине. Бедный ребенок. Нет, почему? Она при этом прекрасно катается на гироскутере. Она занимается в олимпийской школе по плаванию. Она занималась в тейквондо. То есть, в этом плане она совершенно не ущербна. Вы же не разрешаете рэп, наверное, слушать. Слушайте, ну, просто нужно воспитать ребенка натуральным, вот, как это называется, рэбофобом, гомофобом. Так сказать, гомофобия – это прекрасно. Поэтому в данном случае это должно стать такой частью культуры. Ну, просто надо воспитывать в духовной традиции русской. И тогда вся эта шелуха, рэп – это же всего лишь часть шелухи. Она просто не будет приклеиваться к вам. Как такой православный тефлон. Опять же, это предвзятое мнение, что я ненавижу всех рэперов. Но, опять же, смотря, если ты рэпом в виде рэпа говоришь хорошие вещи, правильные говори, мне не нравится само направление, потому что направление – это музыкальный помоек американских. Бездомные, которые на соушал секьюрити сидят, получают фудстэмпс, сидят там, поют жуткие свои песни. А оно неинтересно. Вот негритянский джаз – это прекрасно, да, а рэп – это просто музыка быдла. Давайте согласимся. Откуда оно появилось? Эти наркодилеры вот эти вот… Нет, давайте туда не будем уходить. Ужасные, да. А вы отслеживаете в соцсетях свою семью в целом? Ну, у детей нет соцсетей. Вы не разрешаете? Нет, конечно. Потому что они очень представлены, вся линейка ВКонтакте вашей живы, прям вот про детей все можно узнать. Да, это естественно, по-моему, когда мама хвастается, и, в общем, и папа своими детьми. Ну, вы как-то такую информацию не боитесь? Некоторые вот своих детей оберегают от внимания широкой публики, не более, что вы фигура публичная и такая… Ну, если они не живут за границей, а что их оберегать-то? Они живут в России. Вот. У меня нечего скрывать, понимаете, в этом плане. Живут в России. Где мой дом находится, даже на Викимапе, там, этот Навальный написал, где находится мой дом. Когда опубликовали, мне из Москвы друзья звонят, говорят, слушай, чувак, а что так мало там? Двенадцать соток. Вот. И он обвинял, что он олигарх, у него двенадцать соток земли. Я там, о, чуваки, вообще, да. Вот. Где я живу, знает весь вся деревня под Петербургом. Мы отдыхаем у моего кума на Кипре. Мой кум, да, мы у него отдыхаем. Нету никаких секретов. Но в Петербурге, к сожалению, нету лета. Поэтому большинство петербуржцев лето проводят, ну, или часть лета, как я там, где-то, где тепло, да, ну, вот, да, дети, да, вот проводим, где тепло, где можем. В Турцию не ездим, там никуда не ездим. Почему? Денег нету? Турция нет. Турция ноги моей не будет, пока они не признаются в геноциде армянского народа и не освободят нашу гору Арарат, не отдадут назад. Вот. Ноги моей там не будет. Насчет нашей горы Арарат, сейчас армяне-то вздрогнули, услышав от миллионного, что она... Слушай, моя двоюродная сестра, ее зовут Лилит. Она живет в Ереване, потому что это... Она наполовину армянка. У вас как все. Да, поэтому в данном случае армяне вообще мы... Я, кстати, предложил в Петербурге даже сделать день памяти геноцида армянского народа, но тут же турецко-ориентированные тут же стали возмущаться на эту тему. Вот. Приехали какие-то послы турецкие и стали говорить, нельзя ни в коем случае. Ну, ничего, мы им покажем еще. Ну, смотрите, а что будет, если все-таки ваши дети подрастут и начнут слушать рэп или начнут исповедовать какие-то ценности, которые совсем не совпадают с родительскими? Вы будете отрекаться или будете наказывать? Какая вот метода? Все-таки шестеры не могут баршировать, как в армии, все в ногу. Кто-то, наверное, куда-то правее, кто-то левее пойдет. Я бы мечтал, конечно, чтобы мои дети, мальчики, я уже, в принципе, подошел к командиру, искал кадетского корпуса ФСБ, говорю, можно? Я своих парней пристрою. Хочу, чтобы они были настоящими людьми. Вот. Чтобы они закончили кадетский корпус ФСБ, а дальше уж посмотрим. Но, понятно, это очень тяжело. Очень тяжело, поэтому я, как отец, как, может быть, даже символичный отец и собирательный образ, я выступаю против того, чтобы к нашим детям лезли всякие гады. Поэтому я выступаю против пропаганды гомосексуализма, против бесконтрольного доступа детей к социальным сетям, без ведома родителей. Я считаю, что мы должны определять, с кем наши дети общаются. Мы должны иметь право вето. То, что сейчас предлагается, это, по сути дела, наших детей в срамерческих целях пытаются использовать. И я считаю, что родители должны давать право доступа к социальным сетям. Социальные сети небезопасное место. Социальные сети полны всяких негодяев и гадов, как и улицы. И если мы, как родители, в соответствии с законом, имеем право сказать, дети ночью гулять наши у вокзала не будут, то почему мы не имеем право сказать, наши дети без нашего ведома не будут гулять в социальных сетях. А, по сути дела, что сейчас происходит? Любой ребенок, у которого есть смартфон, может сам зарегистрироваться, родителям не сказать, и будет подвергнут, потенциально подвергнут, кучу всяких разных соблазнов, искушений, на которые он, в связи с тем, что он маленький человек, не сможет адекватно отреагировать. Его могут запугать, его могут обмануть. Появить черт не знает что. Поскольку маленький человек, он недостаточно опытен, чтобы отличить. так вот рассуждали коммунисты, про которых вы сказали. Они так про народ, сцены, надо вообще оберегать от летворного влияния Запада. Их могут соблазнить, запугать. Мне кажется, дорога запретов, она приводит к коллапсу рано или поздно, как Советский Союз рухнул именно из-за каких-то вот этих абсолютно тупых запретов на рок-музыку, джинсы. Слушайте, давайте будем честны. Я в Советском Союзе жил очень неплохо. У меня отец работал за границей, был военным. Штукует джинсы я знал с самого маленького возраста. Штукует магазины березка. Советский Союз не из-за этого рухнул. Он рухнул из-за подонков, которые сидели со своими комсомолками в банях и лицемерно говорили про ценности. Ценности не осталось. Пока у них были ценности, Советский Союз держался. А когда они все это превратили в лицемерие сплошное, и когда они решили конвертировать свой политический капитал в экономический, все рухнуло. При Леониде Леяче ничего не рушилось. Нормально. И запреты были. А знаете, что такое запрет? Запреты — это, в принципе, наша с вами жизнь. Вот наш инстинкт самосохранения — это система внутренних запретов. Полная свобода — это всегда смерть, полная свобода. Потому что то, что внутри нас нравственный стержень, это и есть стержень нравственных внутренних запретов. Сатана подошел к Спасителю и сказал, вот все, тебе свобода, иди вон там, богатство мира, ангелы тебя понесут на руках, все, не принес от камень ногу свою. Сказал, нет, почему? Разве он был не свободен? Нет. Свобода должна восприниматься как та высшая ценность, дарованная самим Богом, как право твоего выбора добра, а не как право вседозволенности. Знаете, вот во второй части программы мы как раз об этом поговорим, потому что первая у нас была, условно говоря, про семью котиков, вторая будет про религию и политику. Приветствую вас, друзья и недруги. Милонов. Вот Милонов, по мне, с самого старта работал в нишу Жириновского. То есть, вот эта ставка на эпатаж, желание оставаться в медиапространстве и умение. Желание-то, наверное, почти у всех есть депутатов. А вот умеют немногие. Но, но, насчет харизмы. Я не знаю просто, чем она измеряется, поэтому по этому параметру не берусь сравнивать двух политиков. Однако, по-человечески, конечно, просто бесспорно, мне Милонов симпатичнее. Жириновский был абсолютно рафинированный такой мизантроп. Ну, он не только людей не любил. Животных просто ненавидел. Я помню, у меня первая телевизионная встреча с ним была в прямом эфире. Программа «Правда-24» на канале «Москва-24». И мы там пристраивали приютских животных. То есть, у меня всегда на руках, или на коленях, или рядом на диванчике сидела кошка. И он просто начал с воплей по поводу того, что уберите животное. Кстати, хотел законодательно запретить держать домашних животных, потому что они разносчики болезней и всякой гадости. А у Милонова я вообще попросил своих продюсеров организовать интервью с ним. Первое, когда увидел его в фейсбуке кота Густава. Густава, кстати, это позывной Милонова на Донбассе в Донецкой Народной Республике, как выяснилось во время нашей беседы. Ну, у него детюшек приемных много. Я вообще ценю. Для меня это показатель. Вот поэтому... Нет, я политикам не доверяю вообще в принципе никому. Но повторюсь, по человеческим параметрам Милонов, мне кажется, покруче покойного Владимира Вольфовича. Хотя, конечно же, Жириновский очень яркий был политик. И я не отказываюсь от своих слов, мне его не хватает как профессионалу, как интерьеру. Потому что Жириновский это всегда был беспроигрышный вариант в плане беседы. С ним каждое интервью это, как будете говорить, огонь.